Противостояние льва и буйвола, хитрость леопарда и ловкость тигра, храбрый пёс, вступивший в бой с ядовитой змеёй, необычные битвы коал и овцебыков и многое другое. Вам точно стоит заценить все эти сражения животных, потому что это будет интересно. В этом выпуске я покажу их, заснятые на камеру. Для многих медведи могут показаться дружными созданиями, однако они нередко выясняют отношения друг с другом. Здесь люди засняли именно такую картину у водоёма. Нескольких медведей, включая медведицу с детёнышем, спокойно проводят время, как вдруг на них нападает разъярённый самец. Малыш успевает сбежать, а медведица принимает бой. Она явно слабее и вот-вот станет жертвой обидчика, но тут в дело героически вмешивается другой самец. Он вступается за самку и даёт грубияну мощный отпор. Это срабатывает, и в конце видео агрессор наконец успокаивается. А это уже более типичная драка – лев против буйвола. Правда, на этот раз разборки происходят прямо на дороге, что увидишь не так часто. Лев занял отличную позицию и вцепился в хвост буйвола. Чёрный бык очень сильный и огромный, но далеко не такой проворный, как ему хотелось бы. Он крутится, пытаясь сбросить льва или дотянуться до него, но ничего не выходит. Буйвол всё никак не может дотянуться рогами до кота, чтобы прогнать его. Так продолжается целую минуту, и видео заканчивается. Неизвестно, кто победил, но буйвол явно получил серьёзную травму. Лично я ставлю на победу льва. Африканский свин попытался скрыться от опасных хищников и зарыться максимально глубоко. А вот ещё один кот, на этот раз полосатый. Мы видим тигра на охоте. Эти создания – одиночки, да и к тому же нелюдимы. Поэтому не каждый день можно застать этого хищника за охотой, причём настолько близко. Этот полосатый кот выследил оленя. Тигр в свойственной кошачьей манере аккуратно подкрадывается к своей добыче всё ближе и ближе, стараясь максимально сократить дистанцию. И вот он спускается, спрыгивает и бросается на оленя прямо через водоём. Травоядная убегает, а затем пытается хоть как-то дать хищнику отпор, но это бесполезно. Тигр слишком сильный, поэтому он быстро нейтрализует оленя. На очереди у нас снова буйвол, правда, небольшой. Он лежит где-то в саванне, как вдруг встаёт и начинает нервничать. Ещё бы, на него несётся огромный слон. Гигант сбивает буйвола и начинает его избивать, швырять, лупить бивнями, тыкать. В общем, вышибать из него весь дух. Редко увидишь слонов в такой ярости и бешенстве. Как-никак эти травоядные гиганты очень редко первыми нападают на других, да ещё и настолько сурово расправляются с ними. Не исключено, что у этого слона был период муста. Это что-то вроде слоновьей ярости во время невероятного гормонального всплеска. В этот период слон максимально опасен и способен прикончить абсолютно любого. Собаки – настоящие друзья человека, готовые защитить его от кого угодно. Да хоть от крайне опасной, ядовитой змеи. Не верите? Смотрите сами. Змея пробралась на плантацию в Индонезии, и бдительный пёс просто не мог позволить ей навредить людям. Собака вступила в смертельную схватку. Пёс грамотно нападал на хвост змеи и кусал её туловище, стараясь быть как можно дальше от пасти ползучей. А всякий раз, когда та пыталась укусить его, он словно на секунду превращается в мангуста и потрясающе уворачивается от ядовитых зубов. Тактика пса и его выносливость сделали своё дело. Он искусал и вымотал змею буквально за минуту, защитив плантацию и людей. Мы привыкли наблюдать битвы с участием крокодилов у водоёмов возле стихии этих рептилий. Однако крокодилы не всё время сидят в воде или возле неё. Иногда они выбираются подальше. Например, здесь люди засняли достаточно редкие кадры, как львы обнаружили крокодила где-то в саванне. Хищник, похоже, заблудился, и львы решили показать ему дорогу. Но крокодил не просил их о помощи. Он начал яростно защищаться, когда львы пытались атаковать его. Впрочем, львы не особо хотели возиться с крокодилом, поэтому быстро забили на него, а рептилия так и осталась на месте. Наверное, вы слышали хотя бы раз про тасманийских дьяволов. Это такие австралийские зверьки. Они вроде и достаточно милые, и небольшие, но как только раскроют пасть и начнут вопить, превращаются в настоящих монстров. А уж два таких дьявола – это вообще ядерная смесь. Тут они решили выяснить отношения между собой. Именно так у них принято это делать – тыкаться друг в друга мордами и пронзительно орать. По сути, битвы тут никакой не было. Хотя это только мы так думаем. Может, в мире тасманийских дьяволов это был самый настоящий бой? Как считаете? Глянем на других австралийцев. Всем известных – коал. Они только выглядят милыми и безобидными. Но знаете ли вы, что они могут устроить настоящую рубку друг с другом? Тут одна коала атаковала другую, пока та висела на ветке. Вскоре агрессор забирается повыше и атакует уже оттуда, но вновь падает. И вот все повторяется вновь. И в третий раз тоже. Видео обрывается, когда вторая коала снова забирается наверх. Мне кажется, противостояние длилось еще долго. Но не думайте, что битвы у них только такие. Им не чужды и красивые сражения. Тут две коалы зацепились на дереве и начали биться. Сначала они просто кусали друг друга и обменивались ударами, но вскоре сползли из дерева, и бой перешел сначала в лес, а потом на дорогу. Одна коала заняла верхнюю позицию и начала удерживать оппонента. Тот все-таки встал, и они продолжили бороться на ногах. Не знаю, как вам, а мне их стиль напоминает медвежий. Косолапые дерутся друг с другом в похожей манере. Недаром первые европейские поселенцы в Австралии называли этих зверей медведями коала. Наверняка битвы коал стали для вас открытием. Хотя кто-то из вас может уже и видел что-то подобное. Но уверен, вы точно не видели драку ленивцев. Вот так она выглядит. В принципе, все так, как вы и могли себе представить. Неторопливый бой, медленные удары и почти полное отсутствие реакции. Ленивцы будто даже не стараются защищаться. Да и драться они особо не стараются. Им вообще это не очень хочется. Немного полупив друг друга, они просто остановились и продолжили чилить, как будто ничего и не было. Забавнее драки ленивцев может быть только драка морских слонов. Смотрите сами. Несмотря на то, что эти создания очень крупные, тяжелые, сильные и хищные, и их битва все равно выглядит несуразно. Ну а что вы хотели? Такое уж у них строение тела. Вот и приходится наваливаться на соперника и бить его в основном грудью. Впрочем, иногда морские слоны пускают в ход челюсти, пытаясь укусить друг друга. Как и ленивцы, они очень быстро выдохлись, перехотели бить друг друга и после боя улеглись прямо там же, чтобы вздремнуть. Вернемся к реальным и ожесточенным сражениям. Для этого вновь отправимся в Африку, где нас уже ждет леопард. Хотя на самом деле ждет он импалу. Пятнистый кот уже долгое время выслеживает добычу, которая все никак не хочет к нему подойти. И вот травоядное наконец оказывается поблизости. Импала не видит леопарда. Он забрался достаточно высоко, сидит тихо и не выдает себя. Он выжидает идеальный момент. Пришла пора действовать. Пятнистый хищник спрыгивает прямо на импалу, ошарашивая ее. Завязывается небольшая битва, но она уже выиграна леопардом. Хищнику оставалось лишь немного добить свою жертву. Уже через несколько секунд импала оказывается в зубах кота, который несет ее в заросли, чтобы полакомиться. А это по-настоящему интересные кадры, снятые в Южной Африке. Наверное, вы все знаете, что львов изгоняют из прайда, и им приходится скитаться и подыскивать себе новый прайд. Именно это мы сейчас наблюдаем. Молодой лев, который некоторое время кочевал, пришел к новому прайду, чтобы присоединиться к своим собратьям. Наверное, он думал, что его сразу примут, но львицы встретили его агрессивно. Впрочем, все быстро успокоились. Львицы поняли, что новенький не представляет угрозы и оставили его в покое. Не исключено, что вскоре он стал полноценным членом прайда. А эти кадры сняты уже в холодной Аляске, где можно встретить овцебыков суровых северных созданий. Суровые они не только потому, что выдерживают холода. Вы только посмотрите, как они сражаются друг с другом. Словно по правилам старой дуэли, они отходят друг от друга, а потом разбегаются и таранят друг друга лбами. От одного только звука столкновения лбами мурашки по коже. Кстати, этот звук разносится на километры вокруг. Что интересно, до недавних пор считалось, что из-за строения головы овцебыков такие столкновения им нипочем. Но недавно ученые выяснили, что такие баталии могут привести к серьезным черепно-мозговым травмам и даже смерти. Ободаются они так в брачный период за самку. Чего только не сделаешь ради любви. А на этом все. Напишите в комментариях, какая битва понравилась вам больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.